Вы смотрите канал Россия 24 в студии Юрий Богданов. Здравствуйте. Как увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны? Что больше всего волнует самих предпринимателей? Какая ситуация с кредитованием? Насколько можно снизить налоги? Продолжают ли у нас кошмарить бизнес? Все эти вопросы обсуждаем сегодня в рамках этого круглого стола. Поводом для беседы стало недавнее заседание Госсовета, на котором обсуждали проблемы малого и среднего предпринимательства. И по итогам которого президент дал ряд важных поручений. Я приветствую гостей нашей студии. Это помощник президента Игоря Левитина, Игорь Евгеньевич. Здравствуйте. Добрый день. Генеральный директор агентства стратегических инициатив Андрей Никитян, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И губернатор Тульской области, основной докладчик по этой теме на Госсовете, Владимир Груздев. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Игорь Евгеньевич, вам первый вопрос. Давайте вкратце тезисно напомним о ходе заседания Госсовета. Какие предложения показались вам самыми интересными и значимыми? Спасибо. Основными вопросами, которые, на мой взгляд, получили вот такое важное для малого и среднего предпринимательства значение, это создание единого института развития малого и среднего бизнеса. То есть, по сути, создается одно окно на федеральном уровне, которое будет рассматривать все вопросы малого и среднего предпринимательства. Решили разработать стратегию развития до 2020 года для того, чтобы увеличить количество людей, занятых в этой сфере. Приняли также решение, это все есть уже в поручениях президента, назначить ответственных лиц персонально в регионах и на федеральном уровне, которые будут ввести эти вопросы и которые будут отчитываться перед президентом по этой работе. Отдельно хотел бы выделить создание условий для самозанятых граждан, то есть, введение патентов, то, о чем говорили предприниматели до Госсовета. Приняли решение увеличить до 3 миллионов рублей предельную сумму займа, которая представляется микрофинансовым организацией. Сейчас, если не ошибаюсь, она ограничена одним миллионом. Хотел бы также сказать, что приняли решение о снижении налоговой нагрузки, особенно в части новых кадастровых оценок, которые происходят сейчас в субъектах Российской Федерации. Я хотел бы сказать, что также принято решение, этот вопрос поднимал полномочный представитель президента по предпринимательству Борис Титов в вопросах снижения санкций, предусмотренным Уголовным кодексом. Хотел бы сказать, что вот эти все вопросы, их еще достаточно много, но вот это основные, которые, на мой взгляд, дадут толчок этому институту развития. Ну а давайте теперь подробнее остановимся на всех этих вопросах. Начнем, наверное, с единого института развития малого и среднего бизнеса. И здесь, Андрей Сергеевич, к вам. Расскажите, как он будет работать и что из себя представляет? Это будет открытое акционерное общество. Его задача будет объединить в себе те услуги, которые сейчас предоставляют другие институты, отдельные институты развития, это МСП, банк, это агентство кредитных гарантий, может быть, еще что-то. И сегодня все эти институты работают разрозненно, и предпринимателю нужно бегать между ними. Там тут одни правила, здесь другие правила. Где-то эти правила не сочетаются между собой. Задача нового института в том, чтобы дать возможность в одном окне получить все возможные формы господдержки, которые наша страна малому и среднему бизнесу предоставляет. Но там не только эта функция будет. Конечно, мы рассчитываем, что новый институт развития займется вопросами доли закупок у малого бизнеса, компаний с госучастием, государственных корпораций и так далее. То есть есть постановление, его нужно выполнять, и мы рассчитываем, что вот этот институт, он будет таким одним окном, куда и проблемы будут приходить, и где они будут решаться. Но насколько я знаю, уже звучит критика в адрес этой инициативы. Говорят, что это какой-то административный шаг, который реально-то барьеров не снимет, возникающих перед малым бизнесом. Вы знаете, я, наверное, с этой критикой не совсем соглашусь. С какой точки зрения? Барьер – это сложность. Для малого бизнеса, у нас хорошая достаточно программа поддержки малого бизнеса, она довольно-таки разнообразная. Но вот ее разнообразие сегодня – это не только разнообразие мер, но и разнообразие дверей, куда нужно забежать, туда бумажки принести, одни, другие, третьи, четвертые. Если дверь будет одна или одно окно, как правильно сказать, мне кажется, это все-таки будет лучше. Что касается кредитов, какая ситуация сейчас и какие мероподдержки в этой сфере планируются? Вы знаете, ну, конечно, стоимость кредита зависит от ключевой ставки. Здесь как бы понятно, почему она такая сегодня. Сегодня хотелось бы, чтобы она снижалась как бы плавно там и дальше. Но если мы посмотрим на то, как государство, под какие проценты дает деньги, да, конечно, не очень понятно, почему они в итоге к малому бизнесу через некую цепочку попадают по достаточно большой стоимости, да. Государство дает деньги институтам развития по гораздо более низкой цене, скажем так. И эта цена ниже, чем ключевая ставка, эта цена вполне приемлемая. Поэтому мы рассчитываем, что создание нового института развития позволит все-таки напрямую работать институтом развития с малым бизнесом. Избегая посредников, избегая цепочки вот разных банков, которые каждый накручивает что-то за свою работу, в итоге ставка становится запретительной. С одной стороны. С другой стороны, понимаете, ставка зависит еще и от того, насколько предприниматель может рассказать банку про долгосрочность и надежность своего бизнеса. И здесь очень важны вот эти решения, связанные с длинными контрактами, с по 44 УФЗ, по 223 УФЗ, с закупками компаний с госучастием, с закупками ГУПов и МУПов. Если у предпринимателя будет понятная стратегия развития на некую перспективу, то и с банком он будет разговаривать гораздо проще, если он может сказать, что там 2-3 года он знает, что он будет делать. Давайте о госзакупках чуть позже поговорим. По поводу кредитов. Достаточно неприятная тенденция была отмечена в момент как раз повышения ключевой ставки. Многие банки стали пересматривать и предложили пересмотреть кредитные договоры с теми предпринимателями, которые уже взяли деньги несколько лет назад. Можно как-то законодательно запретить такую практику? Вы знаете, такие предложения звучат. Мне кажется, что все-таки это, наверное, не очень правильно, потому что есть все-таки свобода договора, свобода предпринимательских отношений. Правильнее было бы скорее следить за тем, чтобы банки, которые получают государственную поддержку и государственное финансирование, вот здесь вот они не должны делать таких вещей. Если ты получаешь государственные деньги, если ты их как-то раздаешь потом, ты должен, конечно, следить за тем, какую ставку ты предоставляешь. Запрещать, наверное, всем не нужно, но тем, кто пользуется господдержкой, однозначно нужно каким-то образом регулировать эти вещи, как мне кажется. Владимир Сергеевич, вам вопрос. Я, насколько понимаю, правительство совместно с региональными администрациями должно разработать предложение по стратегии развития малого и среднего бизнеса, о которых Игорь Евгеньевич говорил. И, в частности, он предусматривает значительное увеличение занятости населения в этой сфере. Совершенно верно. Вы коснулись самого важного вопроса, потому что те меры, которые перечислены в перечне поручений, это пошаговое действие для всех уровней власти, начиная от правительства, заканчивая регионами и муниципалитетами. Основная задача – это действительно вовлечь в предпринимательство активную часть населения, которое на сегодняшний день либо находится в серой зоне и не платит никаких налогов, никак не оформлено. И как раз один из перечней поручений – это вопрос по регистрации самозанятых через получение патента без регистрации индивидуального предпринимателя. А цифры есть конкретные? Вот смотрите, давайте я вам скажу. Смотрите, у нас 8 миллионов юридических лиц зарегистрировано в Российской Федерации. 1,5 миллиона – это юридические лица, задающие нулевой баланс, ну, фактически, так сказать, спящие юридические лица. Оставшиеся 6,5 миллионов – это 1,5 миллиона – средние и крупные предприятия и 5 миллионов – индивидуальные предприниматели, микро и малые предприятия. Так вот, вклад этих 5 миллионов предприятий в консолидированный бюджет Российской Федерации – 312 миллиардов рублей. Это меньше 2% консолидированного бюджета. Консолидированный бюджет – около 24 миллиардов рублей. То есть вклад вообще небольшой, а занятых 18 миллионов человек. То есть это примерно 25% трудоспособной части населения. Вклад в национальный продукт всего 21%. Поэтому, когда мы говорим, вот поручения президента, они же направлены на что? На то, чтобы правительство предприняло все необходимые и исчерпывающие меры, которые могут увеличить, во-первых, занятость до 35-40 миллионов человек. Второй вопрос. Это увеличить вклад в национальный продукт, ну как минимум до 40%. Наши многие с вами соседи имеют вклад в 50 и больше процентов. Поэтому это позволит нам диверсифицировать экономику и сформировать совершенно другой ответственный класс людей, которые заняты в бизнесе и ответственны за свою судьбу и судьбу членов своей семьи. Есть внимание, как это сделать? Есть. Вот тот доклад, потому что перечень поручений, выступление мое на государственном совете Андрея Сергеевича и других коллег, это, скажем, подготовленные выдержки, то есть компиляция основных предложений. Доклад – это открытый документ, который мы подготовили по опросу 18 тысяч предпринимателей. 350 предложений, которые мы получили, они вошли в основу доклада. Сегодня этот доклад вы можете использовать в любой момент. Вопрос политической целесообразности. Уверен, что президент Владимир Путин будет к этому докладу возвращаться еще несколько раз для того, чтобы использовать те предложения, которые есть. Они могут быть использованы в любой момент. Я считаю, что тот перечень поручений, который на сегодняшний день подготовлен, он на сегодняшний день достаточный для того, чтобы обозначить эту проблему. Вообще, когда мы начинали заниматься этой проблемой, мы понимали, что фактически перед нами миссия невыполнима. Почему? Потому что учесть интересы муниципалитета, региона, предпринимателей федерации, мы же прекрасно понимаем, что все льготы на сегодняшний день даются за счет регионов и муниципалитетов для предприятий малого и микробизнеса, с одной стороны. А с другой стороны, предприятия малого и микробизнеса являются основной налоговой базой для муниципалитетов, прежде всего. И развитие малого бизнеса дает возможность развития экономической базы этих муниципальных образований. Поэтому, мне кажется, то, что мы смогли убедить, скажем, все заинтересованные ведомства и получили тот поручение, которое вышло, я уверен, что это очень высокий коэффициент полезного действия. Когда мы говорим об этой стратегии, она будет общероссийской или все-таки будет различаться по регионам? Уверен, что нужно делать общероссийскую, потому что конкуренция между регионами должна быть конкуренция предложений, конкуренция площадок, конкуренция идей, но она не должна быть конкуренцией только за счет предоставления тех или иных льгот. Мы с вами прекрасно помним, когда у того же Калининграда были льготы, и как долго и тяжело регион обратно возвращался на полное законодательство Российской Федерации. Но сегодня работает совершенно нормальная история. Поэтому уверен, что, конечно, площадка должна быть общефедеральной. Так, может быть, конкуренция этого пошла бы на благо? Нет. Понимаете, конкуренция... Один снизил или дал какие-то льготы, снизил налоги, другой регион снизил? Понимаете, демпинг и конкуренция – вещи все-таки разные. Конкуренция – это когда у всех одинаковые условия, и мы на одинаковых условиях работаем. А когда у вас условия, вы платите налоги, а в соседнем регионе у вас предприятия не платят этих налогов, то это не совсем честные условия для конкуренции. И регионы должны быть в равных условиях. Почему? Потому что Минфин завтра скажет, ну, у вас дефицитный и дотационный бюджет. Вам на основании чего вы выдали льготы, и почему вы теперь приходите к нам за поддержкой? И в какой-то степени он будет прав, но только в какой-то. Потому что на сегодняшний день для нас, для регионов, это вопрос очень важный. Потому что фактически развитие микро- и малого бизнеса и среднего – это развитие регионов. А Россия сильна своими регионами. Сильные регионы – сильная Россия. Давайте подробнее поговорим о пунктах этой стратегии. Что надо будет в себя включать? Снижение административных барьеров, какие-то налоговые льготы. Я просто еще раз хочу сказать. Большинство поручений, они направлены в адрес правительства России и губернаторов, как глав регионов, которые в своих территориях возглавляют соответствующие органы исполнительной власти. Поэтому тот перечень… Вот мы у себя в Тульской области уже начали выполнять этот перечень поручений. Мы приняли уже несколько законов. Ну, например, мы приняли закон, освобождающий малышей от уплаты налогов. Так называемые налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Этот закон у нас в области уже действует, вот уже буквально 10 дней. Мы приняли закон, который освобождает наши предприятия при строительстве линейных объектов от получения разрешения на строительство, что убыстряет процедуру введения в эксплуатацию тех объектов, которые они строят. Мы приняли закон, которым даем право по кадастровой оценке нашим предприятиям, использующим микро и малого бизнеса, использующим помещения до 100 метров. Мы освобождаем их от уплаты налога на имущество по кадастровой оценке. И сегодня, получив перечень поручений, мы пойдем и дальше. Мы планируем принять еще как минимум 3-4 закона, которые еще больше облегчат эту процедуру. Что касается все-таки административных барьеров, может быть, Андрей Сергеевич, вы мне можете сказать, бизнес кошмарит у нас по-прежнему? Или все-таки от этой практики удается за последние годы уйти? Вы знаете, те опросы, которые мы совместно проводили, они говорят о том, что не столько бизнес кошмарят совсем, но существуют такие постоянные болевые точки, которые не решаются. И вот эти болевые точки, это прежде всего, конечно, неналоговые сборы, нерегламентируемые проверки. Это такой образ, который сформируется вокруг бизнеса, что бизнесом заниматься дорого, бизнесом заниматься страшно, сложно и так далее. Это все приводит к тому, что у нас так мало людей хотят попробовать стать предпринимателем. Хотя те, кто занимается бизнесом, они говорят, что, наверное, все-таки не так это страшно и не так это сложно. Но хотелось бы, чтобы правила были понятны. Я хотел еще буквально добавить. Вот смотрите, на одной из прямой линий один из наших фермеров обратился к президенту, сказал, что, ну вот, знаете, тяжело сельским хозяйством разбираться. Я по поручению президента под нему выехал, встретился. На момент, когда он жаловался президенту, мы выдали грант ему 350 тысяч рублей. Грант выдается разово, безвозвратно. 650 тысяч рублей выдали кредит по ставке 8 годовых. Соответственно, ну, не получилось у него сформировать этот бизнес. Ну, не пошел у него. Купил коров, потом забил. Ну, кредит возвращать нечего. Ну, такой, знаете, как старуху разбитого корыта. Мы так, вручном режиме сейчас начали заниматься. Вот год занимаемся, и у него получилось, получается. Вот 500 гектар земли он уже обслуживает и так далее. Начало получаться. То есть, вот смотрите, основная ведь задача, почему мы говорим о цифровых показателях? Потому что в любом учебнике менеджмента сказано, если нет цифровых показателей, то это все бесконечное, безграничное, так сказать, поручение. У нас в области мы приняли решение создавать 25 тысяч рабочих мест ежегодно в предприятиях микро и малого бизнеса. Пойдем к людям и будем их вовлекать. Как вы вовлекли этого фермера, помогли ему нарисовать бизнес-план, помогли ему с получением земли и так далее. Мы готовы, кстати, реагировать и на проведение любого рода проверок, в случае, если они проходят, ну, скажем, с нарушением законодательства. Но здесь это вопрос взаимодействия местной власти, прежде всего местной власти, потому что она ближе всего к человеку и, соответственно, самому предпринимателю. Вам не кажется, что нам нужно серьезно популяризировать предпринимательство в целом? Правильно. Именно вот это была одна из основных целей Государственного совета. Привлечь меня. Посмотрите, как много обсуждается. Кто-то говорит, все получилось. Кто-то говорит, нет, ничего не получилось. И на самом деле, обсуждая, мы сегодня выходим на основную поляну. Мы понимаем, что предпринимательство, оно должно быть почетным. Кстати, президент в своей вступительной речи сказал, предприниматель должен изучать город. Вы упомянули в словосочетании неналоговые сборы. Расскажите подробнее, что это такое. Это разного рода экологические платежи, это разного рода портовые сборы, разного рода сборы, связанные с ветеринарным контролем, сельскохозяйственным контролем и так далее. Их довольно-таки много, и они никак не выстраиваются в единую систему. Принимались они в абсолютно разное время, что-то в 90-х, что-то в 2000-х. И никто никогда на них не смотрел, как на целостный вопрос. Это все равно для предпринимателей это платеж, это издержка. Вот насколько они оправданы, насколько оправдана их стоимость, может быть, насколько оправданы взимать с такой периодичностью, как они взимаются. И одно из очень важных решений Госсовета, это то, что мы на них посмотрим, мы поймем действительно вместе с бизнесом, вместе с теми, кто эти сборы собирает, и кто их придумывает, зачем они нужны и что они дают. Кроме того, что дают ли они какую-то государству, не знаю, там, существенную финансовую поддержку, боюсь, что нет. Вот это вопрос, кстати говоря, насколько много может потерять бюджет, если мы откажемся от этих сборов? Ну, они не чувствительны в бюджете абсолютно, как правило, в основном. Но при этом для каждого малого предпринимателя они, во-первых, чувствительны, а во-вторых, что самое плохое, это же платежка, это человек, который сидит специально занимается какими-то отчетами, бумажками и так далее. Ну, в конце концов, вопрос, понимаете, для человека, у которого работает один, два, три человека, содержать вот четвертого, я извиняюсь, плохое слово, бездельника, который только занимается тем, что сдает куда-то какие-то бумажки, это неподъемный груз. То есть все, что делается, должно делаться просто, легко и понятно. И понятно любому нормальному человеку со средним образованием. То есть у него, если нужны эти сборы, все предприниматели, которых мы опрашивали по поводу сборов, они говорят, не так важна их стоимость. Делайте их понятными, простыми, желательно, чтобы они платились в одно место, один раз в год и все, если это нужно. Но наверняка предприниматели говорят о том, что и налоги нужно снизить, желательно до нуля. Вы знаете, просят, чаще всего предприниматели просят, чтобы хотя бы три года ничего не меняли. Потому что, Андрей правильно сказал, вопрос сертификации. Вот лекарства. Процесс сертификации одной инакулатуры лекарства, по словам предпринимателя, занимает от 100 до 150 тысяч долларов. Причем это только процесс сертификации, не считая процесс разработки, внедрения и так далее. Но, слушайте, это огромный. Вот мы задаем вопрос, почему лекарства у нас дорогие? Почему не происходит импортозамещение? А если происходит, то почему растет цена от отечественного лекарства? Ну, потому что вот процедуру, так называемые неналоговые сборы, которые, кстати, государство не получает. Их получают около государственной структуры, которая оказывает так важные, в кавычках, услуги. Поэтому вот это нужно тоже, так сказать, убрать. И это, поверьте мне, существенно снизит итоговую стоимость продукции. И самое главное, изменит настроение предпринимателя. Ведь люди хотят быть прозрачными и честными. Им неинтересно, кому там... А все ли хотят? Вот, кстати говоря, я хотел вам, Владимир Александрович, адресовать вопрос. Многие ли сейчас в тени, многие ли уходят от уплаты налогов, страховых, зоносов и так далее? Знаете, очень много, вот мы когда говорили по самозанятым, это как раз так называемые отходники. Это те люди, которые вот из близлежащих регионов к крупным агломерациям, к крупным городам вынуждены ездить и работать. И которые, скажем, находятся, ну, в серой зоне и никак не зарегистрированы. Вот наши предложения были в том числе направлены на их легализацию. А что касается много... Хотят ли все платить налоги? Вот если в середине 90-х было выражение, что налоги платят только трусы, то сейчас, поверьте мне, это моветон, и люди действительно хотят платить налоги. Вопрос капитализации компании гораздо важнее, нежели вопрос неуплаченных и сэкономленных каких-то налогов. Ну и потом это же вопрос отношения общества к тебе. Если ты добропорядочный гражданин, тебе по-другому общество относится. Есть еще в этом поручении такой пункт, как формировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. И в этом реестре отразить все те налоговые преференции, которые он получает, и те, скажем, отраслевые или иные сборы, которые идут на эти предприятия. Для того, чтобы прозрачно это все увидеть. То есть сейчас у государства, получается, нет представления обо всех субъектах предпринимательства? Мы вот как раз вот в этом одном окне, который создается, да, вот они должны будут сформировать. Потому что, как сказал Владимир Сергеевич, часть работает в тени или в серой зоне. Значит, они уже, те, которые работают легально, они уже не конкурентны по сравнению с теми, кто работает по-другому. Поэтому вот создание единого реестра, это как раз и есть вывод из тени части тех людей, которых сегодня работают там. А почему? Потому что есть сборы, поборы, которые не дают им развиваться в легальном бизнесе. Андрей Сергеевич, давайте еще остановимся поподробнее на доступе к госзаказу. Насколько я понимаю, для среднего и малого предпринимательства болезненная очень тема. Можно ли как-то расширить такую практику? Вы знаете, есть соответствующая дорожная карта национальной предпринимательской инициативы, есть решение правительства, постановление правительства, которое было принято в декабре. И с 1 июня у нас, по идее, должен доступ к госзаказу, к закупкам компаний с госучастием быть открыт. То есть вопрос, как это будет выполнено, не очень понятно. Вопрос, кто-то должен этим заниматься постоянно, вот, наверное, это будет вот этот единый институт развития, да. Почему? Потому что это же не процесс вот просто одного административного решения. Нужно и компаниям помочь стать достойными поставщиками для того же «Газпрома», «Роснефти», «Россетей» и так далее. Они должны пройти какую-то там процедуру, там, постановки на производство, да, и так далее. И должен быть некий орган, который помогает модерировать взаимоотношения малого бизнеса и вот этих крупных компаний. С одной стороны. С другой стороны, есть 44-й федеральный закон. Есть порочная практика, когда, чтобы уйти от такого рода, как бы, жестких государственных требований, в ряде субъектов, там, создаются какие-то ГУПы, какие-то МУПы, которые выводятся из-под действия 44-го федерального закона на более легкий 223-й. И, как бы, там уже создаются какие-то там, появляются единственные назначенные поставщики и так далее. Вот одно из решений Государственного совета очень важное, что все-таки те, кто должен работать по 44-му федеральному закону и в безусловном порядке давать квоту малому бизнесу, как бы, они должны так работать. Я тоже хотел бы добавить, вот у нас в области при плане 15%, который стоял на прошлый год, мы выполнили 27% муниципальных и государственных заказов, были предоставлены предприятиям микро и малого бизнеса. Вот на этот год мы хотим дойти до 40%. Почему? Потому что, если взять ту же компанию «Сименс», это 62 тысячи малых предприятий. Сама компания – это зонтик, финансирование, заказ и кооперация. Вот 62 тысячи малых и средних предприятий, они находятся в постоянной кооперации. Вот это как раз примерно то, что мы должны создать в рамках наших национальных чоболей, так называемых государственных корпораций, когда они должны тоже передавать свои заказы для предприятий малого и микробизнеса. Это то, что вы у себя в регионе назвали малоиндустриализацией? Не совсем. Малоиндустриализация – это все-таки вопрос… Ну, у нас во многом развит оборонно-промышленный комплекс, поэтому у нас вопрос кооперации, он взаимодействовал и раньше. То, что мы говорим о малоиндустриализации, это прежде всего первые шаги по решению программы в создании наших отечественных станков, которые могут использоваться в оборонно-промышленном комплексе. Но в любом случае это идет заказ от крупных предприятий и производителей. Безусловно. Но здесь очень важна политическая воля. Почему? Поэтому мы предлагали ограничивать использование импортных комплектующих в производстве оборудования для оборонной промышленности. Это очень важно. Потому что если посмотреть на сегодняшние станки, которые куплены нашими оборонными предприятиями, то они все импортные. Отечественных станков нет вообще. И вообще вопрос… В свое время была пятилетка станкостроения, ее, правда, в советские времена успешно провалили. Эта задача такая. Она очень тоже непростая, но этой задачей нужно заниматься. И президент, кстати, об этом говорит, что любая оборонная продукция, она должна состоять полностью из российских комплектующих. Тогда у нас и неудачных запусков не будет. Давайте поговорим еще об одной очень важной теме – о гуманизации изменений уголовного законодательства. Модернизации лучше. Модернизации. Давайте назовем модернизацией. Хотя мне казалось, что это слово постепенно выходит из нашего политического и экономического обихода. Кто прокомментирует, что нужно реально делать для того, чтобы помочь представителям бизнеса? Ну, в первую очередь, нужно понять, что такое предпринимательская деятельность, что такое нарушение в этой предпринимательской деятельности, что такое мошенничество в предпринимательской деятельности, как разделяется мошенничество просто в предпринимательской деятельности от мошенничества с бюджетными деньгами, что важно на самом деле. То есть вы предлагаете все-таки это разделить? Конечно, это должно быть разделено, и естественно, что наказание за, так сказать, нечистую работу с государственными деньгами, с народными деньгами, не побоюсь этого слова, как бы, это, ну, оно должно быть достаточно серьезным. Сбывает в памяти оба ХСС? В то же самое время, если предприниматель нанес финансовый ущерб, ну, просто в рамках хозяйственной деятельности, пусть он его возместит, пусть он его возместит кратно, пусть он заплатит очень много, но, вы знаете, проблема же даже не в тех людях, которые попадают под следствие, попадают там в следственный изолятор и так далее. Проблема в том, что по статистике Бориса Титова, там, в 90 с лишним процентах случаев предприятия не сохраняются. Вот человека посадили, как бы, да, он там ждет следствие, а в это время люди идут на улицу. Они-то в чем виноваты? Вот они точно ни в чем не виноваты, да, те рабочие, которые там работают, там, сотрудники и так далее. И наше уголовное законодательство, как мне кажется, должно все-таки решать вопросы не только наказания, но и вопросы, как бы, вот, сохранения, да, тех предприятий, той промышленности, которая есть, да. Поэтому наказание должно быть соразмерным. Обманул на рубль, заплатить 10, как бы, да, вот, как-то так. Ну, там есть коллизия, конечно, то, что Конституционный суд принял решение и признал неконституционной статьей о мошенничестве предпринимательской деятельности. Это юридически правильное решение, потому что за одни и те же виды преступления должны быть одинаковые наказания. Другой вопрос, что действительно мы можем немножко поработать, скажем, с типами наказаний и ущерб. На сегодняшний день ущерб, скажем, в предпринимательской деятельности, он, ну, минимальный, там, по-моему, от полутора миллионов, это уже тяжкий состав. Ну, слушайте, есть предприятие, которое заключает на сотни миллиардов контрактов, и любое деяние можно трактовать, как, скажем, попытка мошенничества. Игорь Евгеньевич, да, я вот как раз сам хотел дать слово человеку, открывшему нашу дискуссию, предлагаю подвести их. Я хотел бы поблагодарить своих коллег. Хотел бы также сказать, что рабочая группа не прекращает свою работу. Владимир Сергеевич, Андрей Сергеевич и другие коллеги продолжают работать. Что это значит? Мы планируем в июне на форуме в Санкт-Петербурге, уже в более широком составе, с привлечением бизнеса, общественных организаций, еще раз вернуться к этой теме. Часть поручений уже к тому времени должна быть выполнена. Мы проанализируем, как она выполняется теми структурами, которые было поручение, и мы завершим работу рабочей группы только после того, когда выполним все поручения президента. Что-то к тому времени может придется поправить. В связи с тем, что мы находимся в едином таможенном союзе с нашими соседями, и необходимо посмотреть, как наши поручения отразятся на конкуренции с нашими соседями. И может, что-то придется посмотреть, что есть у них, и дополнить к нам нашим поручениям, если там более конкурентное право есть у субъектов бизнеса. Ну что ж, коллеги, тогда следим за тем, как выполняются поручения президента. Надеюсь, через некоторое время соберемся вновь в этой студии и обсудим результаты. Я благодарю вас за эту дискуссию. Спасибо, спасибо.